Впервые за пять лет в Киеве будет возведена новая церковь, строительство студенческого храма в честь покровителя всех учащихся Сергия Радонежского. На территории Киевского института интеллектуальной собственности и право Одесской юридической академии благословил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Также блаженнейшие вместе с президентом вуза Сергеем Киваловым поприветствовали более тысячи первокурсников, которые впервые переступили порог этого учреждения высшего образования. За историческим событием наблюдала наша съемочная группа. В Киевском институте интеллектуальной собственности и право национального университета Одесская юридическая академия состоялся праздник, приуроченный к началу учебного года и посвящению первокурсников в студенты. Благословил весь коллектив университета на новый учебный год митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Благословил весь коллектив университет на новый учебный год митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Благословили весь коллектив университет на новый учебный год митрополит Киева. И со всех уголков нашей страны. Это здорово, что мы сегодня собрались здесь вместе. Ваше блаженство, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы находитесь сегодня с нами, со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, с гостями. И для нас это настоящий праздник. Спасибо вам большое за ваш приход сюда. Сегодня день, когда начинается учение в этом высшем учебном закладе, в Институте интеллектуальной властности и права Одесской юридической академии. Это великий день для многих студентов, которые впервые вступили в это подверье, в это помещение, которые для них станут на какой-то период домом. Традиционно президент университета отметил высокие достижения студентов и вручил им символический студенческий билет. Этот год, несмотря на все трудности, связанные с пандемией и экономическим кризисом, для Киевского института интеллектуальной собственности и права особенный. Учебное заведение пополнило больше тысячи студентов. Рекордное количество за все годы существования института. И это при том, что у молодежи был выбор. Верят в институт интеллектуальной собственности и права, потому что принесли документы и были зачислены, а у каждого абитуриента была возможность поступить в 5-6 высших учебных заведений. Но самое важное, лучшие, те, которые учились на отлично, те, которые проявили хорошие знания во время учебы в школе, они выбрали именно наше высшее учебное заведение. Я горжусь тем, что мы создали в Киеве такой прекрасный вуз. Митрополит Ануфрий своими глазами увидел современное учебное заведение, которое готовит квалифицированных защитников интеллектуальной собственности. Сегодня много есть учебных заведений, вузов, средних учебных заведений. Ну, очень мало, не много. Тех, которые пытаются объединить вот эту науку с духовностью, это очень большое, вы очень правильно сказали, потому что наука – это есть меч, который, если даст человеку, образованному человеку руки, этот меч, он принесет им пользу. Если дать человеку, ну, не мудрому, не знающий духовный отзыв, начал, этот меч может быть использован, он может себя поранить этим мечом и может другим принести вред этим мечом. Поэтому очень правильно, очень приятно, что вы стараетесь это все объединять вместе. Я думаю, что от этого польза получат не только ваш институт, я думаю, что от этого польза получат и город Киев, и вся наша Украина. Будет полезно, потому что их будут такие специалисты, такие профессионалы, которые будут понимать, что такое жизнь человека и ее цели, ее намерения в жизни. Мы хотим, чтобы студенты и будущие специалисты, не только они были профессионалами, но они, чтобы и духовно обогащены были, потому что духовность и образование на протяжении веков всегда было вместе. Духовность и образование – это неразделимые части. После пяти лет тишины впервые за долгое время в Киеве будет построен новый храм. В один из самых главных православных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы – вместе с блаженнейшим митрополитом Сергей Кивалов заложил камень под строительство храма Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права. Также был проведен молебен освящения места строительства, а после блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий прочитал проповедь. «Новое дерево, если мы садим на земле, то мы делаем красную землю и делаем ее користь. И так храм – это место, в котором люди духовно 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 добрыми, умеют прощать, умеют любить, умеют выправлять себя. И это место, храм, для этого учебного заклада – это такое святилище, где человек будет себя очищать от наших слабостей, немощей, людских, и будет укрепляться Божьей силой и идти вперед с наукой в одной Руси, а с Богом в другой Руси. Это не последний храм, который Сергей Васильевич побудует. Это мы дякуем Сергею Васильевичу за то, что он понимает то, что может сделать человеку сильную, красивую. И он делает это для всего. Поруч с тем, что он виховывает таких фаховцев для земного життя, он еще виховывает домоградян для своей страны, для Украины и добрых людей, которые просто будут добрыми для всего света. Я не думаю, что это такое красивое помещение и в середине, и изнаружи. И так, ну, это, конечно, талант Сергея Васильевича. Это человек, который уже имеет опыт в этом, и он продолжает творить. Неприемно. Знаете, такие люди, если есть в нашей Украине, то она будет добрая Украина и будет иметь светлое будущее. Для нас это большая честь. Сегодня лично блаженнейший митрополит Киевский, вся Украина, Ануфрий, побывал у нас на празднике. И самое важное, что он осветил строительство храма Сергия Радонежского. Наверное, это очень важно, потому что именно Сергий Радонежский является покровителем всех учащихся. И для нас это событие, которое войдет в летопись на многие-многие десятилетия. Ваше блаженство, благодарны мы все. Примите самые искренние поздравления вам с этим событием. И с вашего благословения сегодня мы имеем цель, чтобы через несколько лет мы построили этот храм и благословить именно на этом. Это правда событие для всех, не только студентов Национального университета и юридической академии. Это событие для всей Украины. Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений учебных заведений, которые были созданы по инициативе Сергея Кивалова. Доказательство тому – возведение почти 15 лет назад первой в Украине студенческой церкви святой мученицы Татьяны в Одессе. А также открытие в этом году Международной академической школы Одесса, в основе которой два храма – в честь преподобного Сергея Радонежского и Иоанна Богослова. Приглашенные на праздник в Киевском институте отметили вклад в духовное развитие будущих поколений. Духовность – это всегда хорошо. И я знаю, что Сергей Васильевич очень многое сделает для духовности в Одессе. И сегодняшнее событие – это поддержка, это развитие, это моральность. И это всегда очень полезно. Сергей Васильевич Кивалов имеет достаточный опыт в строительстве не только учебных заведений, но и храмов. Ну а основой к тому служит, что образование и наука без духовности, наверное, значат мало. Киевский институт интеллектуальной собственности и права – это высшее учебное заведение европейского типа, которому присущи высокий уровень образования, применение современных технологий в организации учебного процесса, использование положительного инновационного опыта ведущих зарубежных вузов, модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий жизни студентов. ВУЗ имеет лицензию и сертификат на право осуществления образовательной деятельности по высшему четвертому уровню аккредитации. Именно с этого года Институт интеллектуальной собственности и права становится самостоятельным высшим учебным заведением. Вы знаете, Украина вступила во Всемирную организацию торговли, а специалистов в этой сфере, в сфере интеллектуальной собственности, никто не готовит. И никто не взялся за это непростое дело. То есть мы, начиная с первого курса, начиная с бакалавра, готовим специалистов, помимо права, готовим специалистов еще в области интеллектуальной собственности. У нас хорошая школа есть, у нас хорошие преподаватели есть. Есть первая кафедра, которая появилась вообще в целом в Украине, это кафедра интеллектуальной собственности в Национальном университете и юридической академии. На основании вот этой кафедры мы создали целый институт интеллектуальной собственности. И, вы знаете, мы оказались правы. И сегодня мы готовим таких специалистов. И такие специалисты, самое главное, нужны. И такие специалисты будут работать и будут трудиться на благо нашей страны. Столичный институт – образовательное учреждение с современной инфраструктурой, с уникальной материально-технической базой. В ближайшее время на территории учебного заведения появится еще одно комфортабельное студенческое общежитие. Кроме того, столица получит спортивный комплекс нового образца с применением инновационных технологий. Для подготовки качественных специалистов в области защиты интеллектуальной собственности и права здесь есть все. Квалифицированные преподаватели готовы всегда делиться опытом и знаниями. Я действительно очень рад за коллектив Одесской Академии. Я считаю, что в том, что она динамично развивается, это колоссальный вклад ее президента Сергея Васильевича Кивалова. И считаю, что вот его энергия, настойчивость, вот, прямо сказать, горение вот этим делом, это вот привело к тому, что Академия развивается и у нее все хорошо, в отличие, к сожалению, от многих вузов. Вообще, Одесская Академия, наверное, пример, потому что там и аудитории, и здания, и методические все пособия, все, что нужно для нормального процесса, наверное, является примером для всей страны. А в Киеве, вот я сегодня первый раз увидел это здание, смотрю, насколько оно монументально, насколько оно красиво. И вот когда студент приходит сюда, наверное, это понятие «альма-матери», вот оно, наверное, вот это оно. Я давно знаю Сергея Васильевича, знаю, насколько он энергичный, насколько он увлекающийся, насколько он правильный человек, заботящийся о детях, дающий им путевку в жизнь, старающийся. И поэтому я считаю, что вклад неоценим, поскольку если бы не было его как локомотив, то всего этого, конечно, бы не было. Сергея Васильевича даже уже, наверное, и нет смысла как-то оценивать отдельно, потому что он уже занял совершенно самостоятельное, отдельное место в истории. И в очень непростые в экономическом плане годы находил возможность развивать науку, образование, создавать прекрасные учебные заведения, улучшать их материально-техническую базу. Но и свидетельство тому, что больше и больше студентов выбирают его учебные заведения. Первокурсников столичного учебного заведения ждет интересное, по-своему трудное, но незабываемое время. Студенческая практика и гарантированное трудоустройство, увлекательный досуг и всестороннее развитие. Будущее Украины воспитывается в стенах Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия.